Здравствуйте! Сегодня печем пахлаву. Пахлава – это одна из самых любимых и популярных восточных сладостей. В разных странах и городах готовят это знаменитое блюдо по разным рецептам. Основы пахлавы всегда составляют тесто, орехи и медовый сироп. Предлагаем вам один из вариантов приготовления этого очень вкусного лакомства. Приготовим тесто. В миску миксера просеиваем 500 граммов муки. Добавляем 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара. Перемешиваем. И постепенно добавляя 350 мл молока, замешиваем тесто. Не прекращая замешивать, постепенно добавляем 50 граммов мягкого сливочного масла. И вымешиваем тесто еще минимум 5 минут. Готовое тесто выкладываем на стол, присыпанный мукой. Подкатываем в шар, накрываем миской и оставляем приблизительно на 1 час для набухания. Приготовим начинку. В миску насыпаем 400 граммов поджаренных измельченных грецких орехов. Добавляем 200 граммов сахарной пудры, пол чайной ложки корицы, щепотку молотой гвоздики перемешиваем и отставляем в сторону. Возвращаемся к тесту. Делим его на 20 равных частей. Каждую часть подкатываем в шарик, накрываем полотенцем. Каждый шарик раскатываем в очень тонкую лепешку. Чем тоньше, тем лучше. Складываем лепешки друг на друга, пересыпаем мукой. Пахлава отличается разнообразием форм. Мы будем готовить рулетики. Берем одну лепешку. Кисточкой удаляем излишки муки. Сбрызгиваем растопленным сливочным маслом. На каждую лепешку приблизительно 10 граммов масла. Присыпаем подготовленной начинкой и при помощи тонкой палочки сворачиваем рулетом. Сжимаем рулет с двух сторон гармошкой. Вытаскиваем палочку и выкладываем полученную пахлаву на противень. Также поступаем с остальными лепешками. Поверхность пахлавы смазываем растопленным сливочным маслом. Выпекаем при температуре 200 градусов Цельсия 20-30 минут. Пока пахлава выпекается, приготовим сироп. В кастрюлю насыпаем 200 граммов сахара. Наливаем 200 миллилитров воды. Доводим до кипения. И варим на очень маленьком огне 10 минут. Снимаем с огня. Добавляем 100 граммов мёда. Перемешиваем. Сироп готов. Готовую пахлаву вынимаем из духовки. И не вынимая из противня, поливаем подготовленным сиропом. Посыпаем поджаренными измельченными орешками. Оставляем, чтобы сироп впитался. Подаем пахлаву к сладкому столу с чаем или с кофе. Мы очень любим восточные сладости. На нашем сайте videoculinary.ru или по-русски videoculinary.rf в разделе десерты вы найдете рецепт миндаля в сахаре, рецепт айвы, буржированный орехами с мёдом, запечённый в духовке и другие рецепты. Вдохновения вам! Удачи! И приятного чайбита!